Эй, йоу! Всем привет! С вами снова я, Бионика, и давайте продолжим. В прошлом видео мы начали с вами обсуждать историю изучения ДНК и её строение. У меня свой способ преподнести эту информацию. Мы с вами вместе с выдающимися учёными прошлого как бы открываем для себя ДНК и изучаем её вместе с ними, глядя на неё через призму открытий. Поэтому, если вы пропустили первую часть нашего путешествия в прошлое, то сейчас где-то всплывёт подсказка. Перейдите по ней, посмотрите первую часть этого видео, потому что иначе вы просто не поймёте, о чём мы сейчас будем говорить. А когда посмотрите, возвращайтесь ко мне. В прошлом видео мы с вами остановились на том, что ДНК является носителем генетической информации организма. Она содержит как бы инструкцию по сборке всех белков организма, так как белки являются самыми многофункциональными молекулами. Если организму необходимо выполнить какую-либо задачу, например, защититься от вируса, он может обратиться к ДНК и запросить как бы у ДНК информацию по тому, как собрать белки иммуноглобулины. Иммуноглобулины – это защитные белки организма, которые выполняют иммунную функцию. То есть нам не нужны все возможные виды белков в больших количествах одновременно. И организм обращается к ДНК по мере необходимости. Если именно какой-то конкретный белок, выполняющий определённую задачу, необходимую в данный момент, сейчас требуется, то можно запросить инструкцию по сборке этого белка в ДНК, а не просто накидывать все белки в неограниченных количествах. Это повышает эффективность работы всего организма. Мы с вами говорили о том, что ДНК состоит из нуклеотидов, а белок состоит из аминокислот. С использованием различных комбинаций аминокислот, располагая их в определённом порядке, можно создать сотни тысяч и миллионы белков, которые будут выполнять самые различные функции. Чтобы создать какой-то белок, нужно расположить конкретные аминокислоты в строго определённом порядке без ошибок. Чтобы это было возможно сделать огромное количество раз в течение жизни организма без ошибок, в ДНК закодирована информация о том, в какой последовательности аминокислоты должны присоединяться друг к другу, в виде последовательности триплетов. Триплет – это три нуклеотида. Один триплет является условным обозначением для одной аминокислоты. Когда триплеты стоят в ДНК в определённом порядке друг за другом, то ДНК как бы говорит нам, в какой последовательности какие аминокислоты нужно соединить, чтобы получить определённый белок. ДНК как бы говорит, берём аланин, потом аргинин, потом валин, и вот в этой последовательности они будут соединяться. Каждый из 64 триплетов ДНК обозначает свою аминокислоту. Это то же самое, как информация кодируется в компьютерах. Компьютер говорит на языке двоичного кода, то есть последовательности нолей и единиц. И все процессы внутри компьютера идут именно на этом языке. Но нам на экран выводятся картинки, буквы, цифры и так далее. Потому что язык компьютера, язык нолей и единиц, переводится в то, что мы можем понять и прочитать. Если мы возьмём эту аналогию, то последовательность нолей и единиц, язык, на котором идёт расчёт внутри компьютера, это ДНК. А экран компьютера, на котором мы видим изображение и текст, это белок, то есть фенотип. То есть внешний вид организма, в котором проявляется закодированная в ДНК наследственная информация этого организма. То есть реализуется его генетическая наследственная программа. Так же, как в компьютере есть система перевода с языка нолей и единиц в буквы и цифры, которые мы потом увидим на экране, Точно так же и в ДНК есть система перевода с языка нуклеотидов и триплетов в язык аминокислот. Этот переводчик с языка триплетов в язык аминокислот называется генетическим кодом. Для нас, людей, это просто таблица, в которой мы можем увидеть, какому триплету в ДНК соответствует какая аминокислота в белке. В организме, естественно, никаких таблиц нет. Там есть свой переводчик, который позволяет с языка триплетов ДНК переводить на аминокислоты белка. Это сложные молекулярные механизмы, которые изучаются в рамках молекулярной биологии. Я расскажу об этих механизмах в своих последующих видео. Сейчас я не буду затрагивать эту тему. Так или иначе, генетический код – это переводчик с языка триплетов ДНК на язык аминокислот белка. У генетического кода есть несколько свойств. Первое свойство – это триплетность. То есть, аминокислоты кодируются триплетами. Напоминаю, триплет – это три нуклеотида. То есть, одну аминокислоту кодируют три нуклеотида. Свойство номер два – однозначность. Один триплет может кодировать только одну конкретную аминокислоту. Кодирование белков в ДНК является высокоточным и не допускает никаких двояких трактовок. Если мы видим определенный триплет, то он всегда будет обозначать одну и ту же аминокислоту. Никогда один триплет не будет обозначать две аминокислоты. Это позволяет избежать ошибок при создании белка. Свойство номер три – избыточность. Так как в ДНК у нас используется 64 триплета, а аминокислот в белках может быть всего 20, соответственно, триплетов значительно больше, чем аминокислот. И поэтому очень часто одну аминокислоту может обозначать несколько триплетов. Сейчас может сложиться ощущение, что избыточность противоречит предыдущему свойству генетического кода однозначности. Но это не так. Да, одна аминокислота может обозначаться несколькими триплетами, но каждый из этих триплетов будет обозначать только эту аминокислоту и никакую другую. То есть второе и третье свойства генетического кода не противоречат друг другу. Но даже здесь всё не просто так. У нас всё равно есть определённые закономерности. Чем чаще встречается какая-то аминокислота, тем больше триплетов будут её обозначать. Если аминокислота встречается редко, то у неё может быть всего один триплет. Если аминокислота встречается очень часто, то у неё может быть 4-6 триплетов. Если триплеты обозначают какую-то одну аминокислоту, то, как правило, они будут различаться последним нуклеотидом. Например, триплеты ГЦА, ГЦТ, ГЦГ и ГЦЦ обозначают аминокислоту аланин. То есть 4 триплета, которые обозначают аминокислоту аланин, отличаются между собой только последней буквой, последним нуклеотидом. Зачем это нужно? Дело в том, что синтез белка происходит очень быстро, и, соответственно, считывание вот этих триплетов идёт очень быстро. Что происходит с вами, когда вы очень быстро читаете какой-то текст? Вы можете пробегаться глазами только по началу каких-то слов, и ваш мозг просто додумывает их конец. То есть вы можете не прочитывать текст целиком, а просто как бы так, по верхам поскакать. Вот при синтезе белка то же самое происходит. Начало триплета читается, а концовка может немножко смазываться. То есть там последний нуклеотид не всегда прям так чётко, идеально распознаётся. Иногда он может нечётко восприниматься. Соответственно, если у нас аминокислоту обозначают четыре триплета, которые начинаются одинаково и отличаются только концом, то вероятность того, что при считывании произойдёт ошибка, и у нас присоединится неправильная аминокислота, сводится к нулю. То есть у нас повышается точность и надёжность считывания. Несмотря на то, что считывание идёт быстро, это как бы защищает синтез белка от ошибок. Четвёртое свойство. Линейность. Аминокислоты, расположенные друг за другом в белке, кодируются триплетами, которые расположены друг за другом. То есть при синтезе белка последовательность аминокислот будет соответствовать последовательности триплетов в ДНК. Она не меняется. То есть вот как они в ДНК, эти триплеты расположены, точно так же, в той же последовательности, в линию будут стоять аминокислоты белка. Пятое свойство. Неперекрываемость. Триплеты идут друг за другом в определённом порядке без наложений. Как вагоны поезда, которые соединяются друг с другом в определённой последовательности. Вот как вагоны у нас не накладываются друг на друга, точно так же и триплеты идут в определённом порядке. Закончилось считывание одного триплета, начинается следующий. Шестое свойство. Отсутствие знаков препинания. В наших человеческих инструкциях содержатся запятые для отделения смысловых блоков информации. В ДНК, как в инструкции по сборке белка, таких знаков препинания нет. Даже если мы вставим хотя бы один нуклеотид лишний в эту инструкцию, то вставка этого нуклеотида полностью поменяет весь смысл последующего текста. Так как информация продолжит считываться группами по три нуклеотида. Например, у нас был фрагмент ДНК аденин-тимин-аденин-гуанин-гуанин-цитозин-тимин-аденин, что соответствует белку изолейцин-глицин-тирозин. Триплет аденин-тинин-аденин кодирует аминокислоту изолейцин. Триплет гуанин-гуанин-цитозин кодирует аминокислоту глицин. Триплет тимин-аденин-тимин кодирует аминокислоту тирозин. Если мы вставим после первого триплета один нуклеотид, например, тимин, получится следующий фрагмент ДНК. Аденин-тимин-аденин, тимин-гуанин-гуанин-цитозин-тимин-аденин-тимин. И считывание произойдет следующим образом. Будут считываться триплеты аденин-тимин-аденин, тимин-гуанин-гуанин-цитозин-тимин-аденин. А последний тимин просто окажется лишним. И у нас получится белок изолейцин-триптофан-лейцин. Триплет аденин-тимин-аденин кодирует аминокислоту изолейцин. Триплет-тимин-гуанин-гуанин кодирует аминокислоту триптофан. Триплет-цитозин-тимин-аденин кодирует аминокислоту лейцин. То есть от вставки одного нуклеотида у нас изменились все последующие аминокислоты в белке, которые идут за точкой вставки. Это говорит о том, что в генетическом коде есть только смысловые части. Никаких запятых, двоеточий, тире и так далее. Это было установлено экспериментами Крика и Беннера, где ученые делали вот такие вставки одного нуклеотида, как и мы сейчас с вами обсуждали, только в реальной жизни, на реальных организмах. Пришли именно к таким результатам, о которых мы сейчас с вами говорили. Любая вставка одного нуклеотида приводит к нарушению всего последующего белка, потому что ДНК несет только смысловое содержание. Седьмое свойство. Универсальность. Одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты у всех организмов на Земле. То есть генетический код одинаковый у всех организмов, начиная с бактерий и травы на лугу, заканчивая улитками, мухами и человеком. Это подтверждает единство происхождения всего живого на Земле, является одним из важнейших доказательств эволюции жизни. Просто совпадение таких сложных структур не может быть случайностью, знаете ли. Следующий этап изучения ДНК связан с работами Эрвина Чаргаффа 1949-1951 годов. Ему удалось разделить нуклеотиды методом хроматографии и определить их точное количественное соотношение. Экспериментальным путем ему удалось выяснить, что количество нуклеотидов аденина равно количеству нуклеотидов тимина, а количество гуанина равно количеству цитозина. На тот момент было непонятно, о чем это говорит. Просто удалось выявить такую закономерность. Она была названа правилом Чаргаффа, но впоследствии она сыграла ключевую роль в выявлении структуры ДНК. В 1951 году Розалин Франклин и Моррис Уилкинс получили методом рентгеноструктурного анализа по сути рентгеновский снимок ДНК. Вы его сейчас видите на экране. В 1953 году Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик с использованием снимка полученного Розалин Франклин и правила Чаргаффа создали свою модель строения ДНК. В их модели ДНК является двойной спиралью. Она состоит из двух цепочек нуклеотидов, которые закручены вокруг друг друга. Эти две цепочки удерживаются вместе не просто так, а за счет химических связей. Мы с вами уже обсуждали строение нуклеотидов, составных единиц ДНК, в предыдущем видео. Если вы не помните, можете более подробно в нем ознакомиться с этой информацией. Мы сейчас только в общих чертах вспомним, что нуклеотиды состоят из остатка фосфорной кислоты, сахародезоксирибозы и азотистых оснований. Мы говорили о том, что все нуклеотиды включают остаток фосфорной кислоты и сахародезоксирибозу, а отличаются друг от друга азотистыми основаниями, которые входят в их состав. И называются они в честь тех азотистых оснований, которые в них находятся. Например, если в нуклеотиде есть азотистое основание аденин, то весь нуклеотид называется аденином. Если в нуклеотиде азотистое основание гуанин, то весь нуклеотид называется гуанином. И так далее. Всего в ДНК четыре вида нуклеотидов. Аденин, гуанин, тимин и цитозин. Согласно правилу Чаргафа, число нуклеотидов с аденином равно числу нуклеотидов с тимином, а количество нуклеотидов с гуанином равно количеству нуклеотидов с цитозином. И оказалось, что это все не просто так. Хотя казалось бы, у нас же все просто так здесь было все это время. Две цепочки ДНК, закрученные в спираль, удерживаются вместе за счет того, что азотистые основания могут образовывать между собой водородные связи, которые как раз вот эту спираль вместе и удерживают. Да, в химии водородная связь считается слабой, но так как в одной цепочке ДНК может быть несколько миллионов нуклеотидов, соответственно несколько миллионов азотистых оснований, то цепочки ДНК намертво скрепляются друг с другом за счет количества этих водородных связей. Например, представим, что две цепочки ДНК это две арматурины. Если мы свяжем их ниточкой, то это смешно, ниточка не может удержать два железных штыря вместе. Но если мы эти два штыря свяжем несколькими миллионами ниточек, то оторвать их друг от друга будет просто невозможно. Итак, две цепочки ДНК соединяются между собой за счет водородных связей, которые образуются между азотистыми основаниями нуклеотидов. Заметили, как у нас усложнилась речь и сколько терминов у них стало? Это потому что мы умные. Но почему же все-таки количество нуклеотидов с аденином равно количеству нуклеотидов с тимином, а число нуклеотидов с гуанином равно числу нуклеотидов с цитозином? Потому что нуклеотиды соединяются между собой не как попало, а строго определенными парами. То есть аденин будет соединяться водородными связями только с тимином, а гуанин будет соединяться водородными связями только с цитозином. У нас даже здесь специфичность присутствует. За счет чего же это происходит? Дело в том, что аденин и тимин могут образовать 2 водородных связи, а гуанин и цитозин могут образовывать 3 водородных связи. Поэтому гуанин, например, не будет образовывать связи с аденином, потому что гуанин может образовать 3 водородных связи, а аденин в ответ может предложить ему только 2. поэтому он на эту сделку не пойдет как бы поэтому у нас присутствует специфичность образования водородных связей между определенными нуклеотидами кстати то что аденин может образовать водородные связи только с тимином а гуанин только с цитозином называется принципом комплементарности азотистых оснований поэтому две цепочки днк соединяются между собой за счет водородных связей которые образуются между комплементарными азотистыми основаниями поэтому если мы знаем последовательность нуклеотидов в одной цепочке днк то мы всегда можем сказать какой будет ее пара она будет ее зеркальным отражением например если мы знаем что во фрагменте одной цепочки днк идут нуклеотиды аденин гуанин гуанин аденин цитозин аденин тимин гуанин то мы можем понять что во второй цепочке напротив аденина будет тимин потому что аденин соединяется только с тимином по принципу комплементарности то есть специфично напротив гуанина будет цитозин потому что гуанин может соединяться только с цитозином, опять же по принципу комплементарности и так далее. Помня правило Чаргафа, что количество аденина равно количеству тимина, а число нуклеотидов с гуанином равно числу нуклеотидов с цитозином, мы можем найти последовательность нуклеотидов во второй цепочке ДНК. Тимин, цитозин, цитозин, тимин, гуанин, тимин, аденин, цитозин. В общем, как мы понимаем, ДНК является молекулой огромной и высоко структурированной. Там никакие элементы не располагаются случайным образом, все взаимосвязано. Соответственно, если мы возьмем модель двойной спирали ДНК, предложенной Уотсоном и Криком в 1953 году, то она будет выглядеть так. Мы видим две нити ДНК, закрученные в спираль, которые обращены друг к другу азотистыми основаниями. Азотистые основания находятся внутри спирали, чтобы цепочки могли ими соединяться, как зубчики на застежке молния. А те сплошные ленты, похожие на тканевую часть застежки, состоят из остатков фосфорной кислоты и сахародезоксирибозы. Они называются сахарофосфатным остовом, то есть основой, к которой прикреплены азотистые основания. Модель, предложенная Уотсоном и Криком в 1953 году, в дальнейшем получила подтверждение. И в 1962 году Уотсон Крик и Моррис Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие структуры ДНК. Розалин Франклин, которая получила рентгеновский снимок, без которого открытие Уотсона и Крика было бы невозможным, к сожалению, не получила Нобелевскую премию, так как она умерла от рака в 1958 году. Она так и не дожила до признания ее заслуг перед наукой. И самое печальное, что рак как раз и был спровоцирован ее работой, ведь работа с рентгеновскими лучами стимулирует образование рака. А на этом все на сегодня. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если оно было для вас интересным и полезным, ставьте ему лайк, подпишитесь на канал, чтобы не пропустить третью часть видео про ДНК и оставляйте в комментарии свои вопросы и предложения. До новых встреч!